Ну вот и отгремела IFA 2015, принеся нам ряд довольно любопытных, хотя и не захватывающих дух, как раньше, гаджетов. О них в этом выпуске и поговорим, и об остальных интересных вещах тоже. Это новости на androidinsider.ru, с вами Юля, всем привет и начинаем! Sony представила семейство смартфонов Xperia Z5. С момента анонса Xperia Z3+, известного также как Z4, прошло всего 3 месяца. Стремление Sony постоянно быть на острие прогресса порой удивляет, ведь видеть, как твой смартфон полугодовой давности внезапно стал устаревшим, хотя новых фишек вроде как и не изобрели за это время, не очень-то и приятно. Но давайте посмотрим на сами устройства. Начнем мы с самого технологичного Z5 Premium. Это первый в мире смартфон с 4K-дисплеем, диагональ которого составляет 5,5 дюймов, а плотность пикселей свыше 800 точек на дюйм. В Omni Balance дизайне нет существенных изменений, но проработка деталей в течение нескольких лет позволила Sony получить свой идеал в лице новых Xperia. Интересной деталью стало наличие сканера отпечатков пальцев, встроенного в кнопку питания на правом торце корпуса. К слову, данной особенностью наделены все вариации Z5. Z5 Premium оснастили процессором Snapdragon 810, 3 ГБ оперативной памяти, 32 ГБ встроенной, с возможностью расширения пространства с помощью microSD-карт памяти. Камера здесь на 23 Мп. Интересно и то, что все три девайса получили идентичные модули камеры. Особенность новой камеры заключается в наличии фазового автофокуса. Время фокусировки составляет 0,03 секунды. На передней панели расположился 5-мегапиксельный модуль, а батарея с учетом 4K разрешения скромная – всего лишь 3430 мАч. Но этого, на наш взгляд, будет достаточно на сутки использования. После прочтения особенностей Z5 Premium в дальнейшем мы будем останавливаться лишь на различиях. Так отличает Z5 от премиальной модели меньше на 0,3 дюйма Full HD дисплей, батарея на 2900 мАч. Пожалуй, на этом все различия закончились, и это даже радует. А исключение составляет лишь габариты и небольшие внешние отличия. Младшая модель осталась лишь с 2 ГБ оперативной памяти, разрешение 4,6-дюймового дисплея HD, при этом батарея здесь на 2700 мАч. Представленные смартфоны Sony работают на базе Android 5.1.1 с предустановленной оболочкой собственной разработки. Xperia Z5 самый тонкий, его толщина составляет всего 7,45 мм. Следом идет Z5 Premium с толщиной в 7,8 мм. И, наконец, Z5 Compact, толщина которого равна без малого 9 мм. Старт продажи Z5 и Z5 Compact начинается в октябре этого года. Выхода Z5 Premium придется подождать аж до ноября. Моторола официально представила новые умные часы. После многочисленных утечек, слухов и тизеров, Моторола, наконец, представила свою линейку умных часов 2015 года. Компания не стала ограничиваться одним преемником Moto 360, а представила несколько версий устройства, чтобы каждый потенциальный пользователь мог выбрать что-то для себя. Moto 360 второго поколения и Moto 360 Sport. Moto 360, по сути, были первыми умными часами, которые выглядели не как гаджет, а как аксессуар, заметно похожи на обычные часы. Второе поколение устройства сохраняет этот вектор с внесением небольших изменений. Во-первых, у корпуса появились классические выступы, в которых вставляется ремешок, что должно упростить процесс его замены. А во-вторых, единственная механическая кнопка переместилась чуть выше с трехчасовой на двухчасовую позицию. Moto 360 второго поколения имеет две версии с 46 и 42-миллиметровым корпусом. Первая получила полуторадюймовый LCD-дисплей с разрешением 360 на 330 точек и аккумулятор на 400 мАч. У второй модели экран чуть поменьше, с разрешением 360 на 325 точек. Оба варианта обладают процессором Snapdragon 400 с частотой 1,2 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ на внутреннем хранилище и защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Подтвердились и слухи о спортивной версии часов. Moto 360 Sport получит встроенный GPS-датчик, чтобы отслеживать скорость и расстояние во время тренировок. Оптический сенсор сердцебиения для отслеживания пульса и дисплей с новой гибридной технологией AnyLight, который должен оставаться хорошо читаемым даже под прямым солнечными лучами. А еще спорт в течение 30 минут должны выдерживать погружение в воду на глубину до метра. Moto 360 второго поколения доступны для предзаказа уже сегодня. Их цена начинается от 300 долларов, а срок отправления от 3 до 4 недель. О цене и доступности Moto 360 Sport компания Motorola пообещала сообщить дополнительно. Samsung представили Gear S2. Представлены были две эти версии часов Gear S2 и Gear S2 Classic, но отличия у них лишь визуальные. Обычная модель выглядит немного футуристичнее за счет собственного механизма крепления ремешка. И сменить его, соответственно, можно только на другой ремешок от Samsung. Classic же подойдет любой обычный 20-мм ремешок для часов. Помимо них будет еще версия часов с поддержкой 3G, но она, вероятно, появится несколько позже. В остальном часы идентичны. Обе модели имеют Super AMOLED-экран в 1,2 дюйма с разрешением 360 на 360 точек и плотностью пикселей 306 ppi. Поворотный безель вокруг него, двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц, 512 МБ оперативной памяти, 4 ГБ на внутреннем хранилище и аккумулятор на 250 мАч. Работают Gear S2 на Tizen OS с новым пользовательским интерфейсом Circular UX. Основным элементом взаимодействия с которым является вращающееся кольцо вокруг экрана. Это действительно выглядит очень удобно на таких небольших экранах. Пользователь видит дисплей во время навигации по меню, и у него гораздо меньше шансов нажать не туда, да и лишний раз не приходится заляпывать экран отпечатками пальцев. Что немаловажно, так это то, что на этот раз устройство на Tizen OS будет совместимо не только со смартфонами от Samsung. Для того, чтобы синхронизироваться с Gear S2, подойдет любой смартфон с операционной системой Android 4.4, или выше и хотя бы 1,5 ГБ оперативной памяти. Кроме того, было заявлено и рассмотрение возможности поддержки iOS-устройств. Что касается доступности и цены, Samsung пообещала старт продаж где-то в следующем месяце, а о цене пока предпочла умолчать. Тем не менее, ряд источников утверждает, что Gear S2 обойдутся в Финляндии в 350 евро, а Gear S2 Classic в 400 евро. Alcatel OneTouch представила смартфоны и часы для активных пользователей. Новое семейство устройств получило название Go. И, по словам производителя, оно предназначено для тех, кто всегда готов к действиям. Так что вполне естественно, что смартфоны GoPlay и часы GoWatch защищены от воды и пыли по стандарту IP67, а также являются ударопрочными. Но обо всем по порядку. GoPlay работает на Android 5.0 Lollipop, обладает 5-дюймовым TFT-экраном с разрешением 720p, двухъядерным процессором Snapdragon 410 с частотой 1,2 ГГц, 8 ГБ на внутреннем хранилище, из которых пользователю доступны 4 ГБ, 1 ГБ оперативной памяти, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами и аккумулятором на 2500 мАч. Кроме того, GoPlay можно уронить с высоты в полтора метра, и ему ничего не будет. Ну или не должно быть. Из других особенностей смартфона для тех, кто всегда готов к действиям, стоит отметить предустановленное приложение Periscope, Vine и Zillow. Помимо прочего, GoPlay доступен в 8 различных цветах, включая оранжевый. Часы GoWatch работают не на Android, тем не менее устройство совместимо со смартфонами, как на операционной системе от Google версии 4.3 и выше, так и на iOS 7 и выше. В список возможностей умных часов входит показ уведомлений от приложений социальных сетей, об SMS, электронных письмах и звонках, а также информация о погоде. Часы обладают LCD-экраном с разрешением 240 на 240 точек, диагональю в 1,22 дюймов, процессором на ядре Cortex-4M с частотой 180 МГц и аккумулятором на 225 мАч, которого, по утверждению компании, должно хватить для автономной работы от 2 до 5 дней. Заряжаются часы, кстати, от обычного microUSB. Центральная кнопка Go запускает датчик сердцебиения. Еще одной особенностью является сменный защитный кожух корпуса и ремешок. Можно будет самостоятельно кастомизировать устройство. Цена и доступность устройств должны быть объявлены в 4 квартале текущего года. Свежие слухи о Nokia C1 на Android. Как известно, Nokia по соглашению с Microsoft запрещено выпускать смартфоны под собственным брендом до 2016 года. Ранее компания уже выпустила на рынок свой первый Android-планшет Nokia N1. 20 тысяч устройств было продано за 4 минуты, а продается он официально лишь в десятки стран. К тому же цена в 260 долларов достаточно заманчива. Ранее ходили слухи о внешнем виде аппарата его начинки. Так, Nokia C1 может получить 5-дюймовый HD-дисплей, 2 ГБ оперативной памяти, процессор от Intel, 8 Мп переднюю и 5 Мп заднюю камеры. Как вы уже догадались, это не флагман, а лишь первая ступень. Все еще помните декабрьский размытый рендер. Самые свежие фотографии устройства очень похожи на то, что мы видели ранее. Благодаря качеству фотографии можно рассмотреть все детали, а также убедиться, что здесь явно больше 5 дюймов. В противном случае толщина корпуса при такой диагонали очень мала. Порадуют многих очень тонкие боковые рамки. Дизайн устройства неплох. Многие желают получить Android, завернутый в привлекательный корпус с некоторыми элементами дизайна от Nokia. Нам лишь остается ждать и надеяться, что от Intel откажутся в пользу Snapdragon. К тому же даже для среднего класса HD-разрешения уже несколько маловато. За бортом осталось много разных интересных по тем или иным причинам устройств. О них вы всегда сможете прочитать все необходимое на нашем сайте или воспользоваться нашим приложением androidinsider.ru, которое, разумеется, у вас уже установлено. А на этом у меня на сегодня все. С вами была Юля. Встретимся через две недели. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok